Ну что ж, вот уже несколько дней прошло, как обратился Путин к федеральному собранию. Но я смотрю, страсти не утихают, на какую страницу не пойдешь. Все только это и обсуждают. Даже вот есть реакция за рубежом, то есть и в Германии сегодня, в очень многих источниках об этом говорится, и в США выступил пресс-секретарь. В общем, наделал много шума Владимир Путин. Я считаю, что фейковые новости, исходящие от фейкового президента, нельзя ни в коем случае нигде в мире воспринимать серьезно, а именно стараться это высмеивать, чтобы люди вообще научились громко в голос смеяться над Владимиром Путиным. Так как он все больше и больше погружается в свой старческий маразм, похоже, он на самом деле верит в то, что он говорит, не понимает, в какую эпоху он живет, что он живет в эпоху интернета, где все абсолютно прозрачно, и где тут же его выступления разобрали по косточкам, тут же выложили, что кадры, которые он представляет, это кадры видеоигры 11-летней давности, тут же выступило множество специалистов, обсудивших его фантазии о крылатых ракетах с ядерным зарядом на борту и так далее. В общем, все это абсолютно от начала до конца, все цифры, которые он там говорит, все пожелания, которые он там высказывает, это все можно охарактеризовать одной емкой фразой, которую когда-то, пять лет тому назад сказала фрау Меркель, что Владимир Путин находится в параллельной своей собственной реальности, и его представления о жизни никак с реальной жизнью не совместимы. Если у кого-то на мгновение закралось сомнение по поводу того, что может быть действительно Россия сейчас представляет настоящую угрозу Соединенным Штатам, я хотел бы вам сказать, ребята, скажите мне, ну вот хоть какое-то выступление Владимира Путина, хоть какая-то его речь, какая-то его статья, какие-нибудь его майские указы, его тезисы, все это высказанное им за 18 лет, вот хоть что-то из этого сбылось, хоть что-то имело какое-то реальное продолжение. Нет. Поэтому ничего не изменится на 19-й год. Этот человек произносит какие-то слова, он просто играет президента, а люди, изображающие массовку, играют в федеральное собрание, кто-то играет в Государственную Думу и больше ничего. Единственная цель этого человека и шайки, которая его окружает, продолжать заниматься грабежом и вывозить из этой страны деньги для того, чтобы хорошо жить за границей. Это точка. На этом все. Поэтому все, что бы они ни говорили и все, что бы они ни делали, это все вранье. Российская молодежь уже доказывает свое лидерство и в науке, и в других сферах. В прошлом году на международных олимпиадах школьники завоевали 38 медалей. Наши команды с триумфом выиграли олимпиады по естественным научным дисциплинам и робототехнике. Одержали победу на чемпионате мира по профессиональному мастерству. Наши студенты уже в 12-й раз стали сильнейшими по программированию. Предлагаю создать максимально удобные, привлекательные условия для того, чтобы талантливая молодежь из других стран приезжала учиться в наши университеты. Они приезжают, но нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать в России. Это в полной мере касается зарубежных ученых и квалифицированных специалистов. Считаю, что надо серьезно усовершенствовать и процедуру предоставления гражданства Российской Федерации. Дальше, что касается крылатых ракет с ядерным зарядом. Известный факт, что американцы еще в 60-х годах занимались разработкой, но отказались от этой модели. Почему? Во-первых, это было очень-очень дорого, даже для американцев, при том, что их военный бюджет превосходит российский почти в 10 раз. Потом выявили, что сама эта ракета очень опасна, потому что она может наградить собственную страну радиоактивными отходами. Четвертая проблема, которая встала перед американцами, была связана с тем, что необходимо произвести испытание этой ракеты. А как было это сделать? Потому что где бы вы ни испытали эту ракету, там на том месте окажется маленький Чернобыль. Эти ракеты достаточно сложны в управлении. И тут нужно понимать, что если эта ракета вылетела, она обязательно должна где-то грохнуться. Это не самолет, несущий, например, на своем борту ядерную бомбу, летел-влетел, получил обратный приказ, развернулся, вернулся опять в какой-то аэропорт. Нет, ракета, выпущенная с ядерным зарядом, она уже обязательно где-то плюхнется. И вот, высчитав все эти риски, американцы отказались. И они посчитали, что любая другая баллистическая ракета достигает своей цели за считанные минуты. Это гораздо выгоднее и точнее, чем вот эти вот крылатые ракеты, двигающиеся самостоятельно. Поэтому то, что говорит Владимир Путин, это полная чушь. Ничего подобного у них нет, если бы было американцам давно бы, американцам было бы это известно. А даже если есть, не представляет никакой угрозы вообще ни для кого. Более того, если, например, Ким Чен Ина, даже вот этого сумасшедшего пупса воспринимают вдруг серьезно, то Владимира Путина не воспринимают серьезно. Почему? Потому что Ким Чен Ин не только говорит, но он что-то там запускает, какие-то железки падают. Удачный запуск, неудачный запуск. Американцы стали обращать внимание, нет, этот сумасшедший все-таки что-то пробует. Поэтому даже на заявление Ким Чен Ина вдруг отреагировал сам Трамп, который буквально сказал, слушай, парень, перестань, у меня, простите, он почти буквально это сказал, пиписька больше. А то, что Владимир Путин говорит, это пока лишь всего лишь разговоры. Господин премьер-министр, мы схватили американских шпионов. И Меркель уже заявила, что ее беспокоит заявление Владимира Путина, но, тут же добавила она, это ни в коей мере не будет способствовать снятию санкций, а наоборот, к ужесточению санкций, потому что, добавила Меркель, с нами нельзя разговаривать с позицией силы. И это действительно так, только такая может быть реакция на такие заявления. Чего добился Владимир Путин? Он окончательно поставил крест на свои взаимоотношения с Западом. Все, теперь уже даже пресс-секретарь США заявил, что это политик международного класса не имеет права заявлять на весь мир, что вы собираетесь каким-то образом уничтожить эту планету. Поэтому, понятно, два мировых лидера высказались, Китай молчит, но, поверьте, им это точно так же не нравится. Поэтому здесь можно точно сказать, что следующие 6 лет правления Путина, если они вообще состоятся, будут для него крайне сложными, что касается отношений с Западом. Помимо этого он, конечно, показал свою абсолютную некомпетентность, то, что он говорит в первой части. Вообще всему образованию, медицине, детям, студентам, прочим, он посвящает 1-2 минуты, и больше 45% посвящает именно вот этой милитаристской теме. Может быть, это связано с тем, что парень очень сильно испугался, может быть, он зол на то, что американцы легко разделались с 350 русскими солдатами, может быть, это все вместе, неважно. Мы, как сторонние наблюдатели, должны понять одну такую вещь. Владимир Путин, как все диктаторы, существующие до него, находится в своей собственной реальности. Это очень сильно напоминает Адольфа Гитлера, который не хотел слышать о том, что армия терпит поражение. Ему приносили сводки с фронта, говорили, что здесь плохо, там плохо, тут мы потеряли столько-то тысяч, здесь армия в окружении. Он заходился в истерическом крике и орал, что все преступники и бандиты его обманывают, его доблестная армия продвигается, а ему никак не хотят сказать правду. Вот, мне кажется, Владимир Путин находится приблизительно в подобном состоянии. Есть еще один очень интересный фильм, где врачи, которые наблюдали Адольфа Гитлера, после войны рассказали о его настоящем состоянии, его состоянии здоровья. И вот они признались, что с 1940 года он принимал очень мощные препараты, которые сейчас уже в наше время относятся к наркотическим препаратам. И немцы, часто говоря об Адольфе Гитлере, говорят, что он был невменяемый наркоман, что уже начало войны с Советским Союзом было абсолютно суицидальной целью. Они изначально знали, что они проиграют, и все равно он шел туда, потому что он был уже не в себе. Вот, скорее всего, с Владимиром Путиным происходит что-то в этом роде. Вы знаете, история с коксом и все такое, это, знаете ли, не совсем уж безобидная вещь. Понимаете, партия наркотиков, 400 килограмм, вы только представьте себе, через 400 килограмм это такая гора кокса, да, она стоит 50 миллионов долларов. Говорить о том, что какой-то там представитель посольства занимался какими-то там перевозками, откуда у работника посольства 50 миллионов долларов. Это 100% вся эта история замешана непосредственно на руководство России и на самую большую верхушку. Просто то, что раньше проходило и на это закрывали глаза, сейчас это там, тут начинает открываться. Единственное, о чем стоит задуматься после обращения Владимира Путина, это об этом моменте, когда он произносит вот эти воинственные речи, так сказать, угрожая всему миру, и в этот момент поднимается все это собрание, и люди стоя аплодируют своему вождю. Вот это самый страшный кадр из всего выступления, и об этом, кстати, больше всего говорят. Крупнейшая ядерная держава, нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Владимир Путин посылает фейковые посылы. Запад не воспринимает их серьезно, но народ внутри, настолько оболваненный вот этой пропагандой, настолько неспособный соображать, на самом деле воспринимает эти слова. Владимир Владимирович Путин, возьмите меня на войну, или на Сирию, или на Кураину. Хочу отомстить за Россию. Возьмите, пожалуйста. А если возьмете, на коленках перекращусь. Я патриот России. Они все уверены, что после 22 июня 41-го тут же наступает 9 мая 45-го. То есть для них любая война это обязательно победоносная победа, парад на Красной площади. Они уверовали, что может быть только такой сценарий. Народ, не приходящий народ, не приходящий в себя, живущий, не чувствуя ног под собой. Этот народ готов воевать. И они готовы воевать просто для того, чтобы воевать. Даже не имея каких-то особых претензий, не имея какой-то идеи, не имея какой-то цели. Их закрутили за вот эти годы с момента Крыма до такой степени. Процент ненависти уже такой высокий, что эти люди действительно хотят воевать. На радость людям, на смерть врагам. С Рождеством, с Новороссией. Враг будет разбит, победа будет за нами. А если мы будем проигрывать, мы уничтожим весь мир. Редактор субтитров А.Семкин